итак всем трем и доброго времени суток а лыжи дмитрий или ленивые если уж тебя каким-то чудом сюда занесло то поставь лайк дизлайк напишите в комментариях на канал подпишись видео до конца досмотри в общем поучаствуй тебе не сложно мне приятно мне поддержка а мне мотивация в общем все поняли ну что помните я в прошлом сказал что gta 4 закончен я сказал что закончен только основная тема а вот всякие дополнения вроде lost and damned еще нет так же поехали ой надеюсь я не изматерюсь пока будут проходить не знаю почему но вот этот ласта дэм от мне прям вот чё-то как-то но вот ну прям вот вообще не понравился в свое время не знаю чё-то как-то как бы это сказать показался мне он излишне брутальным комедийно-брутальным что ли потому что вот эта излишняя брутальность она не подкреплена вообще ничем ну то есть если допустим вспомните да там тот же нико белик он все-таки военный там бывший до какой-то то есть достаточно таким мощным жизненным опытом то здесь как-то байкеры байкеры но при этом воюют совсем налево-направо там чуть ли не с федералами войну ведут причем направленную войну держись дружок ладно парни продвигать так вот а чё такой борщ давно следствием не падал ладно погнали хорошо что пить трогаемся до скорого мудила да да именно так он сказал не знаю то есть как там здесь прям очень явные такие чуть ли не бы столкновение там с полицией с этой с фбр с местной да и как сказать но и при этом как бы типа никто вас не догнать не найти не может ну то есть и опять же вот ну опять же это серость опять же тот же самый город по сути та же самая история все опять же вокруг этих наркоты вокруг этой наркоты и этих как его брюликов крутится ну то есть реально слишком так сказать много серого цвета много серого цвета много понтов но правда из плюсов здесь с оружием все очень хорошо не в смысле разнообразие тут добавили это да это на от плане сюжетный по-моему здесь не так много миссии конкретно тут я имею ввиду ну в этом ласт андамнат но это не кобелик гуляет но здесь типа играет крутая музыка стану что подтормаживает кстати обратил вы видите да тоже это даже удивительно вроде как это оригинал вроде это хотят оригинал тоже подтормаживал периодически а фигня война спотыкнулся опять что-то они тут накосячили с прорисовкой постоянно у них кто-нибудь крайне это спотыкается о поребрик чуть-чуть чуть-чуть знаете так отцепляет так если ничего не путаю мы сейчас то ли в больницу приехали то ли еще куда то а точно ты понимаешь что ты условно осужден да сэр это значит то есть ты будешь продолжать в том же духе ты им все с глазом марган как загремишь за решетку и будешь называть сокамерной папочкой да сэр будь моей волей я бы с тобой не цацкался ты бы уже хлебал баланду мистер грей вырос над собой каких слов раскаяния еще никогда не слышал я верю в этот человек что ж будем надеяться что вы не пожалеете о своих славах пути господни неисповедимы а мы его забираемся в таком случае господь тот еще извращенец впрочем спасение душ не в моей компетенции смотри у меня не влипни в историю да папочка что прости да сэр не забывай это болезнь да помню я чат помню это болезнь встречаемся каждый день если приплет закинуться звоню тебе и молиться я даже сейчас молюсь ты очень упрямый был очень прям чат был я изменился и знаешь что чат это ты меня изменил господа не убраться нам отсюда нахрен не пропадай йоу ну вот давно пора он короче вот этот дядька если я ничего не путаю по сюжету это типа их главные вот этой банды вот он то ли наркоман то ли ну в общем что то там у него дом милый дом что то с ним сильно не в порядке ну вообще со всей этой бандой сильно не в порядке ну тут когда как обычно все навязано на наркотиках вот наш главный герой это такой более или менее адекватный дяденька среди всей этой толпы которую пытают ну собственно как обычно в GTA да то есть мы управляем каким то таким более или менее адекватным чувачком который что то там еще из себя строит что то пытается ну в смысле строит не в смысле в плохом смысле а именно что пытается что то поезжайте в клуб пропасть а ну поехали из так музыку только Билли Грей мог спалить санторговлю наркотой и загреметь на нара ну как там жизнь знаешь Джонни реальная жесть хуже не придумаешь даже не знаешь чем мне будет больше не хватать от сидок в карте или там уж тех развеселых групповых ясно что матерые бандюки в душевой что взрослые мужики ноющие друг у друга на плече в центре реабилитации один хрен наша чудесная исправительная система рает для педерастов не удивительно что ты все время попадаешься Билли тянет тебя туда давай-ка разберемся я попадаюсь потому что козлы вроде тебя обо мне не пекутся а какие ко мне предъявы у тебя своя голова есть Билли ладно приберегу предъявы до встречи с братвой надеюсь ты тут присматривал за моей деткой ааа да 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 тут по моему сейчас первая миссия будет связана то ли с выкупом его мотоцикла то ли с отжимом его мотоцикла то есть там вообще какой то короче что то там с мотоциклом это я точно помню выкуп это я загнул скорее все будет мордобой но это нормально так у меня оружие то есть оружие у меня ага ой вообще не мужик ребят ну ладно я не туда еду а вы то куда рванули блин ладно я затупил эти ты тоже не туда поехали пропащик бац я так рад вернуться сюда вот это да в очередь сукин здесь в очередь брат есть сэр дженни как жизнь да так билл ничего особенного мы скучали по тебе билл что ж распирает какую-нибудь охоту давай мексиканец чёрт будь здоров чтоб киски были мокрые и чё то там ещё президент хорошо пошло ну дженни где мой байк ты же знаешь дилан ладно спрошу по другому где мой дед твой мать и кого хрен ты ещё его не вернул так ты же сам знаешь сделан ты что оглох дай сюда вискарь ты оглох твоя мать нет тогда мать твоя отвечай на вопрос какого хрена ты мне его не вернул друг брат говорю же бизнес я же говорил тебе это пока ты был в тюреге или ты на сколько заигрался в проповедника что начал верить в собственные росказни ой прости прости меня ты знаешь у меня была чёрная полоса мог себе представить билл заткнись бриан подлин знаешь тяжко слежать герча похоже у меня нахрен память отшибло что же это за бизнес такой дорогой мой епи из медицятых что он важнее байка лучшего друга которому следят 15 лет от ситки а вот такой бизнес который оплачивают его адвокатов бизнес к которому нам есть что жрать бизнес которым мы тут все занимаемся пока ты комедию ломал как осознал и раскаялся привези мой байк кто я по твоему шавка сраная мать твоя говорил тебе надо достать мотоцикл ты мне говорил ты мне говорил ни хрена ты мне не говорил шлёпок мелкий слушай билл они были в ярости и у них были на то причины твой байк оторвал той девчонке ногу племянник Джо Джона по твоей милости лежит в коме твой байк уют дохляков нам нужны были деньги струсливые струсливые вот и всё совесть потеряли и вообще всё поверить не могу что сижу и слушаю эту херню а я поверить не могу что слышу это от тебя после всего что мы для тебя сделали оплатили твоё лечение адвокатов жильё блин да мы тебе всю жизнь наладили это всё было круто мужик но пора уже взяться за ум да ты прав нет ты прав знаешь что я сейчас сделаю вот прямо сейчас поеду и куплю себе хату возьму в ипотеку 401 штуку а потом вложу её в пенсионный фонд что за херня взялся за ум да ты сам за ум возьмись придурок хренов клоун блин может тебе и страховку медицинскую заявил да ладно Джонни давай привезём его в байк пойдём ладно блин последствия за твой счёт так всегда и было это называется бремя лидера дерьмо со смыслом да уж а в твоём дерьме смысл до хера поехали или погнали Джонни да постой иди сюда слушай я сейчас немного не в себе ты ведь понял какого дерьма мне пришлось нажраться такого дерьма жуть я совсем дошёл до ручки свихнулся понимаешь в общем довели меня в последнее время до себя как последний мудак ну мужик ведь этот байк для меня собрали вы с Ангусом это же кое-что это значит да ты прав брат я прогоню его и знаешь что к чёрту мира было получше к чёрту мира было получше брат ты же мне как брат Джонни всегда будешь погнали ну в общем тут как видите да как бы вот этот Джонни он пытается ну чё-то как бы как это если хочешь чтобы что-то было сделано хорошо сделал ты сам пока я не верну байк в свою байк попрощим у тебя на жопе будем надеяться что красавчик всё ещё знает где эта штуковина ну гуанта на мою авеню парни поезжайте в славу мотоцикла ну то есть я говорю суть в том что здесь как сказать вот есть тот Джонни он так сказать пытается подумать только от серьги отвертелся я всё равно к мужской уже пристраиваюсь да братан мне тоже не в кайф хочешь разднёмся и двинём обратно в клуб хе-хе-хе ладно сегодняштяк Джонни блин после всех этих мозгоклюев дорога и бухло самое то ну и круто ты ведь скучал по мне пока я шарился по клиникам давай сперва возьмём твой байк а сопли распустить ещё успеем знаешь что Джонни а тебе бы не помешал тренинг на доверие который мы там проходили когда мы вернёмся я тебе глаза завяжу а ты валяй падай на спину и пусть братва тебя подхватит слабо так а? и вы парни так нажрёте что и три пакта подхватить не сможете чего уж тут говорить о туши весом 100 кг не звать Джонни это 100 кг еврейского байкера главная вера религия били религия с верой я завязал еврей Джонни жид клебец ратвития мужик чертовски ратвития что такое? да всё ништя и теперь я в главе братства Джонни а ты просто мой собрат без обид да? если будешь нормально рулить братством нам всем по барабану за рулю будь здоров как надо как это делали трое парней до меня серьёзно? а я так вижу что кое-что изменилось раньше мы отрывались выручали друг друга бухали по чёрному вот и все дела и тот тип нас кто-то катит вот так вот эти зубы лишние завелись ну сказанулось сейчас тебя что парит Джонатан да что-то я гляжу мордобой для нас теперь уже как работа если остынешь да подумаешь то слепому видно что драйвом давно уже и не пахнет да? я тлялся в братстве до гроба скотина ты неблагодарная если ты у нас типа на прогулке как на выходных первая если так пропаюсь такие пропащие мне нужны понял? отстань мужик просто я надеюсь что когда мы решим отойти от всех этих дел у нас всё ещё будет такая возможность ребят вы заткнётесь это ну невозможно вести мотоцикл и читать этот трёп блин безостановочно капец какой-то фу так стоп я конечно молодец поехал такой весь разогнался а будильник не завёл нифига и кстати где он где мой телефон и ядрекил в коре так сейчас минутку извиняюсь едем дальше телефон у нас как видите стал немножко по сим другого так сказать формата пушка вот этот вот дробовичок двуствольный это полная шляпа насколько я помню такой он достаточно специфический слишком уж для ближнего боя на этом мотоцикле особо крутить финты тоже не получится опять же ну да ладно все фигня поехали дальше вау что-то мне так крутануло так так значится 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 так во первых надо будет скачать новую карту узнать где тут оружие и так далее потому что я помню что покупать здесь оружие ну собственно как и так сказать в 4.0 что там покупать что здесь покупать это дикий гемор поэтому надо будет затариться бесплатными пушками по максимуму он должен быть здесь ну поехали красавчик здорово где байк о рад вас видеть крутые перцы а вы о каком-то мотоцикле говорите ты знаешь о каком байке били били господи до 100 лет уже прошло я уж думал он давно помер зачем ему байк толкнуть или купить себе крека да засохни слушайте ну вы же сами все понимаете железка пошла по рукам кое что в ней сменить пришлось черт его знает может и спал давно тут байк не жалпы ну а как же дружок еще бы ты не жалел привет билл рад видеть тебя черт я думал ты уже того Джим заводи байк эй погодите прошу нет нет где мой мотоцикл говори урод хренов ладно ладно слушайте ангел смерти забрали его к себе в нордвуд сам ангел смерти я больше ничего не знаю прошу вас спасибо да спасибо да с такими друзьями этих врагов не надо если друзья конечно ну поехали так осталось забрать байк поезжайте к месту встречи ангелов смерти я между запи ну так сказать зря ты его так он же сказал тебе у кого байк а ты я смотрю как ты размяк а Джонни может пора и тебе посидеть говорят закаляет а ты с а проехали а как же банда вроде око за око и прочная хрень ты должен был вламить ему как следует то что он скрывал где мой байк слушай хорош гнать как же братва мужик разве все это не ради пропасчих все что я делал ради пропасчих меня нет без братвы а значит и без тебя ой а ты чё я я швы на п нажал интересно если ты это не понимаешь что ты вообще не урубаешься Джонни печальное дело ну да кто любит тот и бьет так что ли вообще кстати любопытно давайте-ка проверим будет ли сейчас тут броник потому что он мне в принципе пригодится помните да где бронежилет в прошлый раз у нас был вот здесь внизу тише тише не торопимся погоди так ну бронька по крайней мере есть по крайней мере бронька есть поехали давай будешь чего пендриваться вот не убиваемая тварь ну точнее как теоретически по моему их можно как-то здесь потерять но это очень сложно ладно хоть читать больше не надо так броня на месте вообще интересно а есть ли разница и а 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 Всё покрыто, молодой! Тихо. С кем вы там перестреливаетесь, а? Вот так. Да-да, вот она, твоя детка. Однопроцентник. Да, действительно, зачем меня ждать в маразе? Я тут всю работу выполняю, блин. Ну, как видите, да, первая миссия, она достаточно лайтовая. Так, ты что болтахаешься? Ты уж добить кого-нибудь. Ага. А где эта эмблема? Я чё-то и не вижу. А, да-да-да, всё вспомнил. А, вон где. Поехали. Спасибо. Крисбилл опять собирается применить нашу банду в какое-то дерьмо. Все президенты такие, разве нет Клэй, что в стране, что в байкерском клубе? Кто его знает, я в политику не лезу. Ну, то есть, типа, мы таким образом, как вы поняли. Когда выйти в колонию, можно ввести камеру на лидера. Вот, типа, так, мы чинимся. Били вам свой брак, теперь успокоится. Думаешь, Джим, что-то мне подсказывает, что вздуть красавчика и положить дохляков ему мало? Возможно, скажем так, Джеке и ребенку я не буду рассказывать, что тут было. Я вот не помню, есть ли тут какая-то, ну, как бы, жесткая привязка к... Что теперь будет делать Эшли, когда Билли вернулся? Че докопил Стери? Это ее дело, у нас свободная страна. Не знаю, в какой стране ты живешь, приятель, а в этой ехать лежу свободно только мы и наши ребята. Вот я говорю, не знаю, здесь есть ли есть привязка именно к мотоциклу, ну, типа, там, что нельзя его убивать или можно. Странно, что это опять появилось. Джейсон, давненько не видел тебя, мужик. Забыл свое место, солдат, держись за дорожным капитаном. Да я бы держался, знаешь, тут как бы одна маленькая проблема, ты, дорожный капитан, впилился, блин. Эй, Билли, как тебе сидеть на старом добром байке? Это как вытащить свою жену из скойки соседа, всю ночь придется до ума доводить. Всю ночь ты будешь трахаться и обдалбываться, а байк так простоит до утра. Ну, так, никак не могу закончить фразу, блин. Не знаю, не помню, есть ли тут зависимость от целостности байка. Ну, типа, ладно, Билл, байк ты вернул. Бери все, что хочешь, пей все, что горит, трах, и все, что движется. Мне пофиг, мочи кого хочешь, и потом давай завязывай со всем этим. Как захочешь, закончишь, позвони, и мы вернемся к делам. Ты мне не надиратель, брат. Помни, кто главный в нашем братстве. Я помню, мужик, уж поверь. Скажи, у тебя есть номер, Эшли? Ты бы извякнул, что ли, для меня? Скажи, что я в клубе, и что веселюсь на всю катушку. Ну, и что мне не повредит? Ну, то есть всем нам не повредит, кому-нибудь пиндюрить. Это клуб пропащих. Это дом, который построил Джек. Ай, жук. А это оперная певица, которая в темном чулане хранится. Доме, который построил жук. А это весёлая императрица, которая часто кусает певицу, которая в темном чулане хранится, в доме которой построил жук. можете пороться на руках кстати по-моему это я от не помню это борьба на что-то дает или пытать удачи в картине где больше меньше а дальше не забудьте отдать дань памяти погибшим товарищем так про эту доску не помню сохраним происходит когда уже рассыпать на кровати после его пробуждения в игре пройдет 6 часов сейчас надо будет тогда прокатиться по всем местам вы можете посмотреть телевизор по местам где было оружие глянуть что да как через клубный компьютер можно войти в интернет выйти в интернет это хексер уникальный мотоцикл джонни современный чоппер классической компоновки двигатель объем два 2032 кубических сантиметра с двумя распредвалами шесть скоростные чего-то там коробка передач ждем панцер мотоцикл чтобы ехать около не пропащих блин не успел это читать на стенке вашим домом может держать любое транспортное средство но это понятно и так понимаю эшли приехала да если потереть мотоцикл познете клей он выдаст вам новый вот эти мотоциклы как я уже говорил нереально хорошие ну то есть ты или при этом уже где бы вы не находились вот-вот да оружие он реально хорошие приводит разнообразные и все это интересно да тут сразу как бы даются все те бонусы которые были в первой часть но у этого у белика то есть который он добивался здесь как бы все это уже есть цветные полоски индикаторов рядом с именами дождаем показано сколько сильно ваши соратники так после каждого за не выполнен вместе с вами ваш соратники становятся сильнее и эффективнее в перестрелках если кто-то погиб на задание 8 менее другой член банды так другой член банды теперь можете позвонить джима чтобы он оставил для вас оружие с патронами в клубном зале для арместа клэй чтобы он привез вам мотоцикл или терри чтобы рожиться дешевым оружием и боезапасами так ну насчет дешевого оружия чё нас деньгами 850 баксов на не густо но все ты все сказал так 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 значит сначала сюда то господи боже мой джим как движки да все так же дерьмо в джоне можешь приехать ко мне на спиден драйв векторе конечно брат скоро буду подождет немного то сейчас что я хочу я хочу проехаться по как бы тем местам которые у меня все время были точками сбора уж байк и посмотреть если там есть ли там все так сказать необходимое проще ехать когда читать не нужно на история чувака который начинает потихоньку взрослеть из старого лидера который на самом деле уже нихрена не лидер опа тише просто как говорится непонятная цацка фактически услышали да то есть он нарик торчок и все такое прочее как бы уже такой не шибко приятное существо михаила фаустин а тот и тоже когда закурил торчало все такое прочее за что в итоге поплатился так сейчас мы едем проверить если там гранатомет если там снайперка если она там есть в целом надо будет съездить за калашниковым и за автоматом старый приятель играет fallout 76 нашего во что играть блин столько же плохого про эту игрушку слышал то есть прям очень много всего плохого но то есть прям до хрена всего плохого должны бесплатно и не возьму я ну хотя нет в бесплатно толку даже не возьму бесплатно играть не буду достигли места назначения да я такой просто не значит интересно у меня на карте на той карте которая у меня значит на этом сайте где как карта значит голубей там всяких и так далее это то поехать давай наверх вот отмечено оружие для грубо говоря компании никобелика потому что здесь у пропащих у них немножко более широкий диапазон ружбайк чуть больше дробовиков он пистолет какие-то добавляются с автоматами тоже такая же фигня вот и внимание вопрос нужно блин другой сайт или этот же подойдет то есть вот сейчас здесь например должна быть снайперка вот тут на самом верху да она есть вот по тут есть снайперка это хорошо дальше где у нас дхабовичок потому что при всем моем уважении к этой двустволке она мне не нравится дробовичок у нас в клубе в клубе в клубе в клубе в клубе стриптиз клубе по-моему недалеко отсюда но по факту сейчас получится что где-то наверно одну серию я угроблю на то чтобы нормально с самому так сказать подогнать патроны все необходимы и да базук тоже здесь вот так хорошо кричит так тогда 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 чё тогда надо собрать полный стак оружия по любому без вариантов вообще не обсуждается потому что без оружия будет стрелять во первых деньги будут улетать только так на это оружие слишком лих хотя бы хотя бы я говорю надо насобирать именно все пушки чтобы потом не париться именно с покупкой вообще как я уже сказал надо будет сейчас зайти на тут сайт посмотреть нужно ли там выставить вот это дополнение глянусь не добавилось ли оружие все добавилось то лучше наверно тогда буду брать ружбайте из-за вот этого дополнения lost and done что бегу мимо с пистолетом что ты байкер с пистолетом никогда не видел нервный какой так ладно значит клуб стриптиз клуб блин он где-то здесь это вот в этих краях насколько я помню из плюсов мотоцикл довольно опять же мощно то есть вообще этот мотоцикл здесь сделали таким так сказать правильным мотоциклом то есть как он сделанным так сказать под себя то есть нормальный достаточно мощный достаточно шустрый достаточно маневренный ручная работа чтоб ее так сейчас посмотрим если дробовичок удастся взять это будет очень здорово потому что у меня вот этот дробовик 97 патрон вот если я смогу взять то нормальная ружьишка то нормальная ружьишка то соответственно мне будет хороший такой дробаш целой кучи патрошек и это будет что правильно это будет очень хорошо конечно по-хорошему лучше пистолет я все-таки как-то пистолет автомат да причем даже не калну кала нет калашников или м к там ну более так сказать эти тише 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 более мощные современные эти местные таскать варианты они для финальных миссий в обычных миссиях пистолет и этот бишь к нам какая-то так где-то здесь по моему этот клуб и оттока и вот не вон там ли она блин помню что где-то здесь а где здесь не помню где-то здесь только где-то здесь находится так стоп блин точно не тут может здесь где-то уже денег прозвенел ладно руд давайте тогда сейчас перекурчик сейчас я посмотрю на ну поищу вообще эти точки с оружием вообще гляну что там да как пособираю немножко сейчас поезжу пока у нас еще звонки там не начались всякие так далее а то потом начинается блин только соберешь что-нибудь так сказать поесть пособирать позвонить как-то мимо записи это все проскочит диалог это неправильно так сейчас значит без записи пособираю пушки спокойно покатаюсь это посмотрю и потом продолжим перекур